всем привет традиционная воскресный стрим чуть пораньше поскольку у меня четкого графика нет поэтому включаю когда хочу я сам себе хозяин и так соревновательный год у нас подходит концу основные старты все позади остался осталось еще парочка еще в оренбурге обычный проходной турнир и потом ребят хотят что съездить салават но наверно без меня хотя и они на этот без меня собирались не что меня там вожа попала под хвост и я решил тоже поехать на следующей неделе поедем на уральский разлом в оренбург а золотой тигр прошел успешно нас было наверно в команде человек двенадцать три формы выступили практически все хорошо одна нулевая оценка у нас получилось но бывает с нервами кто-то не справляется и не рассчитывает а так я улучшился по сравнению с прошлым годом после всех своих проблем прошлогодних весной я начал 260 на русской весне потом создали 270 что ли или 75 магнитогорске на на турнире дмитрий у него 285 и вот сейчас а потом еще оренбург был 275 и вот сейчас 290 пожалуй довольно неплохо но еще пару турниров привет паша добрый вечер привет тобольску возможно еще и ну я не сомневаюсь что улучшись в этом году ну мне достаточно я себя очень хорошо чувствую катя как бы вообще кто следил молодец пожалуй 305 четвертым подходом мы в элитарном дивизионе выступали на золотом тигре и там по четыре подхода и в виде исключения и пятый подход далее рекордно еще на 310 но уже сил не хватило но это было нереально пять подходов даже для меня как бы четыре подхода потому что всю жизнь привыкли 3 а многие годы я иногда и по два делал там жалел себя два подхода сделаю а здесь ты понимаешь что после третьего у тебя сихо совсем уже никто ну катя пошла еще на 4 но и как бы вот я с чего хотел стрим начать я посмотрел читаю комментарии но у зайцев этом свои комментарии я туда не лезу у меня свои она говорит очень много негатива но это всегда было а это мужик не мужик кто тут катя там и что это за цирк для чего это все вы этим всем занимаетесь я где-то там написал но для людей которые не в курсе и все-таки я проведу маленький ликбез потому что когда люди смотрят вот в экипировке они это не понимают конечно и у них вопрос а зачем да вы там вставьте туда домкраты и рессоры там хрен знает экзоскелеты там это вечная тема и я все-таки вкратце расскажу для тех лошар которые нихрена ничего не понимают но считают что они разбираются в спорте те которые говорят да это не настоящий жим а вот настоящий жим должен быть настоящая сила и все прочее я вам расскажу немного истории значит я пауэрлитингом начал заниматься с 87 года ровно с того момента когда он появился в россии тогда это назывался силовая троеборья и тогда уже можно было выступать в экипировке в экипировочном дивизионе к тому времени уже больше 10 лет был в железном спорте тяжелой атлетики в деревом спорте и потом плавно перешел в силовое троеборье почему можно было потому что ни у кого возможности не было приобрести экипировку 1 экипировку я увидел году восемьдесят девятом по моему если я не путаю какой-то у нас турнир был с ссср сша приехали американцы и подарили там по моему вася савинек челябинске вот эту майку первый раз мы увидели эту майку это чудо конечно это было не там майка то что сейчас это было с одного материала шито очень маленького размера очень плотно и как она назывался ешка ешка мы ее называли и вот когда я одеваешь плечики вот такие становятся ручки вот такие станут все сжимается и ты ручки только можешь на соседнюю соседнему товарищу на плечи положить потому что так они передавливают и затекают и единственное желание когда-то одеваешь это скорее снять ну естественно тут дикие порезы невозможные тут весь порезанный ты от того что ты вот используешь вот это даже не компрессию который мы сейчас используем собственного тела а вот именно немножко там растягивание этой однослойной этой экипировки так вот появилась она вот у нас впервые там восемьдесят девятом году я повторюсь но более-менее массово она уже начала к концу 90-х у нас появляться и когда и соревнования проводились и там и там то есть ты мог одевать не было раздельных дивизионов ты мог при прийти на соревнования как у меня было после большого перерыва в девяносто первом я ушел из пауэрлифтинга еще в ссср потом вернулся в девяносто девятом году и первое что я увидел это эти экипировки и мы выступали в одном дивизионе все подряд и условно допустим я по моему пожал 175 килограмм я там стал вторым по моему а первое место пожал мой товарищ дима сорокин который пожал что-то там около 200 или там 202 что-то там или 207 не потому что он был сильнее а потому что он жал в экипировке вот тогда уже экипировка была и соревнования проводились это я не говорю о том что пауэрлифтинг изначально пришел естественно из америки ему уже было несколько десятков лет и когда он появился у нас соответственно мы переняли оттуда все эти правила все законы все условия и всю эту же экипировку поэтому когда кто-то говорит что это не настоящий жим я вам объясняю тот жим который вы настоящий называете настоящему называется сейчас классический жим в альтернативе он появился в 2008 году первый турнир провелся в 2008 году у нас в россии а фпр вообще его признала я даже не помню когда сколько я себя помню больше там 10-15 лет они предлагали ввести нормативы они не засчитывали никаких нормативов не было совершенно не то что в экипе или без экипы вообще не было нормативов в жиме штанги лежа они появились позднее фпр уже буквально там после 2012 года просто для тех кто говорит что да это настоящий да это не настоящий 20 лет назад экипировки без экипы не было вообще ну там не 20 сколько с 2008 год сколько сколько лет прошло вот считайте не было совсем без экипы поэтому для тех дебилов которые рассказывают да чё вы там на себя напялили мы пришли в американский спорт это американские все они законодатели все что оттуда выходит мы все это принимаем при всей нашей там высокомерии тупом бестолковым при всей нашей нелюбви но в россии это свойственно я вот сейчас ходил на фильм какой-то про казанова я посмотрел 17 17 век там показан 18 век и я понимаю что все 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 что там было украли мы у них все платье там духи зеркала одежду мебель все что было танцы какие-то поэзия стихи науки мы все украли оттуда перетащили оттуда переняли оттуда потом прорубили окно там в европу потом успешно его заколотили обратно но постоянно очень гордимся тем что мы русские с нами бог и все такое прочее вот я отвлекся чуть-чуть так секундочку что-то тут пишет также можно говорить про бегунов и велосипедистов но что получается велосипедисты ущемляют право совершенно правильно я точно также всем им и писал ну так же можно сказать что прыжки с шестом это не настоящая эта херня или формула-1 херня ты возьми на жигули сядь а лучше просто пробеги или конькобежцы или лыжа чего на лыжах вы же так не сможете без лыж по снегу пробежать так быстро так это фуфло вы бегаете без лыж или папа по льду убегать и а лучше занимайтесь хобби хорсингом или там квадро бобер ком пока др боберами становитесь сейчас столько всяких чудесных это вечные ссоры экипировочных и классического да но они не вечны и я поэтому и рассказал немного историй потому что не было раньше этих разговоров раньше другие были разговоры когда мы когда альтернатива появилась в альтернативе разрешили многослойную экипировку в официальных в вайпе фпр вот так же эти майки остались естественно не стали плотнее они уже практически ничем не отличаются но у них один слой официально у них признан только один слой двое не рассчитать не не разрешено и вот эти вот воины те же самые были а чё вы в этих вы еще домкраты вставки вы еще туда рессоры вставки экзоскелеты то же самое вы возьмите однослой потому что другого не было спорить не о чем был такой ресурс один единственный для всех видов силовых видов спорта powerlifting crew и вот там они все били бились билдеры лифтеры армрестлеры армлифтеров не было вообще и вот они там все доказывали чем морковка слаще че ведра круглее там и все прочее а результат то блин про спорт конечно а еще про спорт сейчас я хотел еще про спорт пока мне там мне там накидали каких политических конечно не очень люблю политические моменты но отвечать надо про спорт я прочитал такую новость сейчас я найду и госдума предложила увеличить призовые за победу в олимпиадах теперь до 4 до 4 миллионов рублей как вам такая новость я подохерил думаю какая олимпиада чего вы блять несете олимпиады нам уже несколько лет и не светит еще я даже не знаю сколько лет оказывается они говорят про олимпиады вот эти школьные всякие там вот ну нам же надо что-то нам надо что-то нам надо сколачивать сплачивать вокруг чего-то куда-то надо раз нас вышвырнули из мирового сообщества из мира спорта из мира науки из мира культуры отовсюду ну блин значит будем вот теперь школьникам по 4 миллиона платить как какие олимпиады что за бред про что вообще идет речь олимпиады так значит письмо что приветствую эдуардович вчера при этом из серии мимо тещиного дома я спокойно не пройду приветствую рад эдуардович вчера прихожу на трению там занимается девушка давно трением в одном зале общаемся она выступает фпр не один год даже звание мастера спорта имеет в общем сидит грустная спрашиваю что случилось говорит никак не может медкомиссию пройти чтобы допустили к соревнованиям уже неделю бегает по врачам и не дает допуск это воронеж кстати оказывается с этого года фпр жесткий медосмотр надо проходить все всех врачей окулиста терапевта хирурга и и так далее даже гинеколога раньше просто ну я надеюсь что это не для мужчин раньше просто терапевт давал справку и все у нее зрение якобы не очень в очках пришла хотя тренинг без них ну минус какой-то там небольшой но если окулист не дает добро давление на глазное но на глазное яблоко при занятиях спортом мол болю бы большое вам заниматься нельзя а ей 30 15 них она тренируется при том что никаких травм нет позвоночника кости в порядке все проверила говорю исходи в платную и тут власть информация от нее нельзя в другую поликлинику только у них в медцентре фпр мотивирует тем что типа бесплатно все хотя она уже 10 косарей отдала за анализы и так далее кровь и мочу берут тоже и говорит с этого года по всей стране так это же это что вообще борьба за здоровый спорт или очередной способ подоить спортсменов своих сегодня пойдет за бабло договариваться у них надо страховку было покупать каждые соревнования взносы вели теперь еще медосмотр просто так не пройдешь я и говорю добро пожаловать в альтернативу возможно перейдет если не допустят я был не в курсе таких вещей может вы что знаете про это сделать пожалуйста обзорчик пусть люди знают что и как скажут мнение на этот счет собственно ничего тут нового нет то что за спорт не за спорт никогда фпр за спорт не был фпр это про чиновничий чиновничий кресло вот я уже недавно совсем обзор писал про но нового старого председателя этого бутусова что бухгалтер финансист бухгалтер который хорошо считает замечательно его не интересует какой спорт спорт для людей для массы для массовости особенно это бред это красивая картинка это как ну просто вот слова мы за здоровый образ жизни на деле вот послушайте его интервью там идет разговор только о должности о ставках о том сколько денег он выбил сколько там грифов ему привезли там и вот и прочее прочее мне там даже оппонируют кто-то нет а чего решили а вот вы зацепились за эти грифы ну так это не я зацепился это председатель с гордостью сообщает что у них был договор и посылей к сколько-то там лет и они получили 12 грифов на тысячи спортивных школ это не я это вы а то что такой беспредел творится но вот услышали я думаю что я думаю что это все зависит от местной организации вообще все скотства которые происходят в том числе вот эти дисквалификации недопуски какие-то там стукачество какое-то это все на местном уровне но сидит там какая-то козелева сидит там какой-то мразевич но их там два-три человека они сидят в москве они сидят на своих должностях они получают там какие-то премии какие-то денежки вы их не интересуете вы биоматериал просто для зарабатывания для того чтобы укреплять вот эти вот эти вот кресла на которых они сидят вы а все что происходит это вы сами организовываете сами стучите друг на друга подсиживаете скандалите делайте фотографии отправляете туда но они естественно должны реагировать я сомневаюсь что сама козелева сядет сейчас я проверю ну-ка кто в альтернативе там из федерации там сотни тысяч спортсменов кто там из альтернатив а тут есть региональный представитель фпр у них там какой-нибудь городской представитель председатель федерации какой местникой вот такой маленькой он такой а у вас спортсментик он один там там выступил у меня много-много лет эти спортсмены приходят просят под чужими фамилиями записывать не не выдавать им грамоты на их имена не фотографироваться ни в коем случае кто сука вас загоняет в это сами вы себя загонять и сами стучите на себя сами все делаете серёга привет громов белгород привет зачем тупым объяснять кто сильнее штангист или пауэрлифтер и кировщик или без ну как бы знаешь люди же рефлексируют разные категории людей есть кому-то насрать кто-то вообще не читает кто-то прошел мимо кто-то прям возбуждается я вот такой я не могу пройти как бы я понимаешь на каждую собаку которая лает из-под забора не ответишь но я стараюсь мне как бы это но наверное стыдно но я в прямом смысле если какая-то собака из-под забора на меня лает я возьму камень и брошу и правда его домой ночью хожу собака начнет лайк я не пройду мимо я не могу меня это оскорблять не это злит но это от свой свойства характера а кому-то абсолютно фиолетово кто-то не реагирует на это совсем не заводится и его это не трогать никак люди все разные так еще какие-то вопросы спортивный показ слава богу почему высаде так много упражнений с резиной может конечно не всем будет интересно но я все-таки расскажу раз уже спросили а значит высад это такая организация значит был там у них свой гуру который помер недавно значит почему когда мы тренировались когда-то когда-то вот в этой же экипировки про который речь идет мы тренировались допустим там раз в неделю экипировки потом когда вышли на большие веса когда я стал тренироваться по кусте рогожников меня стал тренировать он старший тренер сборной был в пц россии он заставил меня жать в экипировки раз 10 дней вот в этой экипировки экстремальная по высаду как бы если тренироваться то я тренируюсь раз в две недели некоторые реже допустим кати нужно минимум три недели а то и месяц получается а то и два когда у нее там соревнования по силовому экстриму что нужно делать ты же не будешь просто гонять одну и ту же штангу и как бы на легких каких-то весах относительно если ты там в экипировке между за 300 то здесь там 150 и все ты будешь гонять и гонять для этого по высайду ты включаешь там жим с цепями жим с резиной там кстати вопрос есть почему почему русских по нет почему так много где-то тут был еще вопрос а вот почему вы сайте так много упражнений с резиной а а вот а ну да это ж было значит для разнообразия почему именно с резиной не обязательно с резиной там может быть с цепями там может быть же жим с пола там может быть жим военный там с поднятыми ногами армейский жим для чего чтобы разнообразить чтобы не наскучила за две недели и чтобы ты постоянно мышцы раздергивал ты должен всегда мышцы раздергивать в гонять их в стресс не обязательно на больших весах увеличить количество подъемов увеличить там или уменьшить перерывы там быстрый хват средний хват средний быстрый же медленный же ммв на медленные волокна и все прочее это для разнообразия это чтобы организм не заскучал чтобы спортсмен не заскучал он должен постоянно быть стрессе потому что если каждые две недели этом загонять за 300 в остальные две там три недели нихрена ничего не делает там гонять какой-то там небольшой вес ну соответственно скорее всего ты травмируешься отвыкание от веса происходит а здесь мышцы постоянно в стрессе всегда у тебя видел экране выступление на тигре такая гордость была за нее просто знаю сколько она пробовала этот вес все не так а то так удалось ну да и на согласен да просто еще и было очень обидно что создали эти 300 не засчитали потому что она бросила на стойке вместе с командой главного суде и много споров было а здесь как бы уже ну все зафиксировал я это пытался объяснить тогда оставь ты пройдет время ты забудешь пройти 300 и пойдешь дальше ну это какой-то психологический рубеж я помню когда 200 килограмм еще не жал я думаю в экипировке думаю блин вот сейчас бы под пожать бы 200 и вот в той вот которая и говорил в начале вот это убийственное где-то задыхаешься где легкие у тебя вот уже ты здесь вот так ты вздохнуть не можешь ни хрена я думал что вот блин 200 пожать и все в жопу этот жем лежа и все я уйду с чистой совестью потом также оказалось 250 потом оказалось 300 потом 350 потом нет потом я 400 сразу поставил планку но так и не до поздания к сожалению хотя все может быть психологически очень сложно так кто по-вашему из нынешних пропагандистов а нет сейчас подожди политику вот еще интересно 73 процента россиян довольны своим телом вот я статистику услышал и просто хирил меня почему-то это сука так возмутило 73 процента россиян довольны своим телом после этого я ничего с собой не могу поделать я хожу по улицам и смотрю на наши на наших россиян дорогих думаю блин где эти 73 у которых идеальное тело ну хрен с ним не идеально но довольны своим телом лет если бы меня спросили я бы рассказал я просто не отношу себя к людям которые довольны своим телом я не доволен своим телом хотя казалось бы уже там все седьмой десяток люди нормально себя комфортно чувствует считают что все хорошо когда по улицам просто идешь мужчины женщины дети какие-то бесформенные безобразные старики которые которые могли бы еще нормально выглядеть а мы так сколько ужина и все идут шаркают ножками откуда эти 73 процента россиян я думаю что это какая-то закономерность потому что до этого давали статистику что 70 также что-то 7 75 процентов россиян никогда не были за границей и это те же 75 процентов которые орут что у нас все хорошо у нас все здорово не лезьте к нам со своим уставом мы у нас тут вообще замечательно все это те же самые люди которые ни хрена не видели нормального тела ну я как бы это объяснял раньше вот я на балканах много лет жил и объяснял то что там культ красивого тела потому что там большую часть времени 10 месяцев там тепло и люди ходят раздетые там с оголенными руками там как-то ну более-менее и на пляж выходишь как какой-то конкурс красоты все время вы вернее конкурс по бодибилдингу какой-то проходит очень много красивых накачанных молодых тел у нас этого нет и я пришел к выводу что на зачем надо сейчас у нас я сейчас посчитал что у нас получается я даже не знаю сколько я боюсь даже ошибиться сколько месяцев у нас холодно и мы не раздеваемся сейчас мы уже оделись как бы все вот мы оделись октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май это восемь месяцев но лето у нас официально начинается середины июня то есть больше 8 месяцев ну на хрена людям ходить надрываться что-то там делать из тела когда они купят все пуховичок оверсайз напяли того и полгода они абсолютно комфортно вот довольны своим телом в вверсайзах вот в этих вот поэтому что тут удивляться так чем то кто написал 75 процентов все равно но все равно на свое тело ты думаешь но я не знаю это я не знаю меня кстати и молодость всегда удивляла особенно мне нравится пункт ну вы не помните буфетчицы были такие у них такие белые вот эти вот ну какие-то накрахмаленные такие вот были и они почему-то обязательно были все очень полный и очень сильно накрашенные и все в каких-то огромных этих золотых там серьгах к кольцах у них вот как-то вот ниже этого уже как бы цензурирование они не не проходила лично у них вот только вот здесь должно быть все картинка вот должна быть вот в этом кокошники вот на крахмаленом я думаю что остальные такие же дорогие россияны также те которые довольны не нет людей которые наплевать они смотрят и на по всей видимости я не знаю но раз такая статистика я же не придумал значит не смотрит думаю да блин я еще ничего нормально дядь полей до время суток на разлом вы готовитесь до максим тысячи опоздал да мы едем мы едем что-то начать там 567 что-то такое ну как бы подвигов я не буду совершать но никто от меня не ждет тема приятнее при приезжаешь и свое удовольствие выступаешь встречаешься с друзьями хорошее настроение так что-то тут политически кто кто по-вашему из нынешних пропагандистов украине россии может сравниться по уровню с гиббельсом слушай я думаю что по интеллекту никто по агрессии по вот этому напористости они все примерно одинаковые что там взять там кстати вот был вопрос а вот про арестович я заодно их объединю почему после распада сэр с украины делали землянки упа или это мир ну делали землянки упа имеется ввиду что начинали против россии разжигать национальную ненависть упа это вот та организация которая там потом еще вот эти всякие там лесные братья там такие которые там очень очень долго после войны чуть ли не 10 лет еще по лесам там бегали коммунистов расстреливали и все прочее но у нас с нашей стороны тоже самое было у нас то что если вы вспомните сейчас последние 20 лет то вы поймете что нас прям стравливали стравливали и стравливали с украинцами и вот последние 20 лет нам потели папа по телевизору вот эти же гиббельсы всевозможные там с той стороны там ну условно там арестович с этой стороны там какой-нибудь соловьев там киселев они нам рассказал какой-нибудь этот бесогон там они нам рассказывали что украинцы тупые что они жадные что они там я не знаю там алчные что они предатели во время войны там вот они то-то 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 делали потихоньку потихоньку меняли сознание поменяли и там же тоже где-то вопрос есть почему почему гражданские гражданские потерял короче почему гражданские войны сами к саму самые кровопролитные но потому что брат брат на брата идет потому что промытые мозги с обеих сторон люди же не зря старались не люди вот те упыри которые стравлив людей на протяжении многих многих лет и люди начинают ненавидеть друг друга поэтому бьются не на жизнь а на смерть потому что они уже эту войну как что-то личное воспринимают и что интересно вот нет где-то где-то еще сейчас я может наткнусь на этот вопрос сейчас попозже на него отвечу почему после распада ссср из украины а вот нет это я прочитал почему русские вымирают или это миф и в в общем какие перспективы с народом я думаю что это миф никто не не у нас не вымирает и наверное на протяжении всей всей истории все время нам рассказывали что вот сейчас сейчас прям закончится все закончится прямо вот именно на вас все закончится ничего не на кон не закончится и русским нихера ничего не будет и возродятся и переживут всех и как жили так и будут жить другой вопрос что традиционно плохо они будут жить хорошо они жить не будут ну как бы вот не они а мы ну мы не умеем я уже говорил неоднократно вот фашистскую германию разгромили в сорок пятом году просто вывезли все из стран все что там было вывезли свет выключили и им им хватило десять лет десять лет пятьдесят пятом году они уже вышли на война на довоенный уровень а мы до сих пор рассказываем что мы живем плохо потому что мы такую войну страшную пережили хотя приперлись германии все заводы все фабрики все корабли пароходы все что было все сюда привезли но жили ради каких-то других целей как-то вот а вот вопрос почему гражданские войны самые жестокие и кровопролитные ну а вот еще вот еще история из той же оперы кучма написал книгу украина не россия согласны с тезисом вот с этого в принципе то все и началось вот с этого раскола небольшого и все это же девиз националистов по сути и по сути и у нас победил национализм и у них победил национализм ну и вот пришли к тому к чему пришли антон арестович между теми и теми лавирует но в прыжке меняет им фиген неадекват наши пропагандисты отравлены слабаки слабенькие могут лучше могут лучше но они учатся то что арестович флюгер это как бы даже я все меня я начал смотреть после того как меня один товарищ хороший знакомый мой говорит а я вот слежу слышу умный мужик да и я несколько посмотрел я понимаю что он умный мужик ну может от этого он такой хитрожопый но это просто нереально он сначала военного конфликта 1 5 сменил наверное ориентиры сначала он там был жесткий против россии вам всем кранты мы победим до конца граница 91 года после этого он там несколько раз обувался переобувался сейчас он откровенно говорит какие 91 года вы чё несете никогда туда мы не вернемся зачем вы это говорить потом посредине где-то он сказал да нет надо с русскими представляете что будет если россия и украина объединяться это всем кранты будут все на колени встанут все охренели естественно на него начались гонения он свалил в америку и после этого вообще стал удивительно говорил он как бы отстранился нет он еще хотел в президенты там попасть а политическую карьеру он был помощником президента советником президента кстати зеленского а потом он уехал в америку и сейчас он так со стороны а я еще подумаю типа идти вас там выручать или нет и когда идет разговор там о чем-то каких-то конфликтах он и он как бы отстраненно уже говорит не мы и они а такие вы и они то есть я как бы тут уже в сторонке я мимо проходил но такая неприятная конечно тип такой хотя и умный но нельзя слушать только умных людей потому что они бывают еще и скользкий и подлый так не люблю последнее время вот эти политические темы мы все принципе ничего ничего больше вопросом больше что-то какие-то были еще вроде следующий наверное опять пропущу потому что буду катя сейчас готовится куда-то катя катя готовится на первый чемпионат россии по силовому экстриму он пройдет в сочи по моему 5 6 ноября больше мы пока ничего не делаем никаких нагрузок даже и по силам экстрим практически чуть-чуть прям совсем чуть-чуть и и и все вот сейчас натолкнулся на подписи я подписан был он они в китае выступали по силовому экстриму турнир у них был международный и вот этот организатор по моему он должен проводить конце ноября чемпионат мира был ну не знаю пригласят не пригласят у нас такие творческие личности вася грищенко с федерации силового экстрима они могут в последний момент за неделю сказать катя поедешь чемпионат мира поэтому как бы мы вечно должны быть или готовы или просто наплевать потому что это было уже неоднократно я после эмиратов я помню она выиграла и сказали все вот сейчас сейчас мы и профкарту даем и она едет на чемпионат мира не профкарты не чемпионата мира нихрена ничего нет но при этом сейчас все говорят а как вы выступать будете вы профессиональный спортсмен вы а мы же там любители будем на на этом первом чемпионате россии ну правда там веса конечно такие для катя очень детские для вас приоритете powerlifting или экстрим для меня силовой экстрима как бы не было но если ты как тренера элвин меня спрашиваешь то ну для меня конечно ты понимаешь очень скользко я понимаю что ей тесно ей и в пауэрлифтинге тесно и поэтому то что она стала заниматься силами экстрим я поддержал и я рад потому что ну вот ну вот пожалуй на 305 у нее кто-то на втором месте есть просто на втором если кто-то жмет там в экипировке то где-то до 200 представляете как эту разницу кто-нибудь там 180 это там или там мы элиту по моему выполняли что-то 160 килограмм что ли был до 160 было килограмм а потом она дошла там до 240 и мы перешли в экстремальную экипировку и блин вообще нет соперников в стране нет а в наших условиях когда никуда мы выползти не можем практически сейчас у нее к февралю заканчивается американская виза я не представляю мы столько сил отдали чтобы получить предыдущую три года назад это что-то страшное было просто это это представить можно было книгу написать как как мы добивались как мы обходили эти вакцины и не просто вакцина еще там отсюда чтобы выехать надо спутник каким-то образом подкупить а чтобы туда приехать надо фазер установку поставить мало того чтобы фазер еще раз в дверь одну по один фазер потом две недели второй фазер потом эти две с этими двумя там эти посольства которые у нас стране нет это надо находить там узбекистан польша хорватия там где-то хрен знает где а после того как все 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 ты получишь ты еще каким-то образом должен до туда долететь потому что прямых никаких рейсов нет и надо лететь куда-нибудь какой стамбул и стамбуле сидеть там 12 часов в аэропорту перелета ждать потом еще куда-то лететь там там не выходить потому что у тебя виза нет в европе жуть какая-то это просто жуть какая-то я не представляю мы вот на олимпию как бы мы собираем собирались это же 60 я когда-то был на 50 60 юбилейная и прям и катя хотела очень много представили весят кошмар а сам потом никого резонанса она пятикратная абсолютная победительца и ну будет шестикратной всем насрать абсолютно пофигу у нас вот вот она 305 килограмм пожалуй а это абсолютный практически мировой рекорд сейчас вот по по любым таблицам это самый большой поднятый вес не то чтобы ее весовой категории абсолютный по по таблицам что-то кому-то думаете делается нам даже по телевизору еще не одну ни один телевизор не приехал еще чтобы нас снять всем насрать поэтому так вот как бы надрываешься надрываешься потом думаешь ну блин пять шесть раз какая разница поэтому ну пусть занимается чем занимается пока и интересно пригласят русские ниндзя удивительные люди какие-то там сейчас какие-то петку какие-то там забыл как называется каких-то работников каких-то набирают он даже им писала вы по каким при критерии вообще их выбираете каких-то стульера плотников столеваров и они там ну спортсменов они там вот где-то на телевидении не помню патенты или паран тиви где-то там они там надрывается вот так сейчас политика аккуратно надо быть лучше про про прожили были так и так прожили были не думали поднять нормативы на экипу а смысл и смысл их поднимать и как бы особо вообще не заморачиваюсь сейчас люди ходят вот они сейчас в экстремальной майке мы на год отложили принятие нормативов новых в пациентам сразу приняли с п.р. решили просто не засчитывать рекорды а в наберем мы оставили пока вот уже второй год оставили я что-то не вижу чтобы особо там прям дивизион полноценный собирался ну как бы вот мы сейчас вы или то было не приехали барнаульские и нас всего шесть человек причем помощи человек даже с катей на элитарный дивизион для кого зачем смысл в чем люди хотят приехать получить эмоции получить что-то взамен люди так люди материальные им что-то взамен они платят огромные деньги там по 567 там тысяч восемь какие-то сдвоенные там по 10 тысяч плать и надо что-то взамен кроме красивой медали и грамоты норматив какой-нибудь высокий там звание какое-нибудь высокое но как бы кому это не было неприятно это коммерция люди продают услуги и кто-то их покупает причем какое-то огромное количество сейчас по моему было две тысячи триста спортсменов на золотом тигре хотя уже давно организаторы особо не заморачиваются чтобы там звезд каких-то привести раньше хотя бы там где-то бадюк там шурогатился там мишка кляев там цыпленков там я не знаю ну какие-то там известные люди приедут приедут он denis вильданов приехал от мы с ним папа тусовались потаскались пофотографировались как уже не надо уже накатана и поднимать нормативы это отпугивать это фпр должен переживать а у нас массовостью все хорошо смысла нет сколько на вашей памяти самый большой заявок было на тигр мне андрей лепницын сказал что это рекорд вот 2 300 это был рекорд я не знаю откуда цифры там что-то 35 может быть они как-то считают других спортсменов может быть я имею ввиду со всех смежных каких-то там видов спорта отовсюду ну вот я так понял что 2 300 это наши чисто лифтерская братва ну андрей сказал что это рекордная чуть пить а вы чего не не звезды скотей а нет мы 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 не звезды мы выступающие спортсмены разговор же идет о тех кто уже там по поднялся куда-то выше там и уже считает ниже своего достоинства выступать или по меру там сил и возможностей уже перестал выступать я про них говорю или так как такие как бадюк то они нужны вы понимаете они нужны он может и не спортсмен но народ будет за ним бегать толпой и он будет еще выбирать с кем фотографироваться и с кем с кем не а когда таджики приезжали разве не больше было я не знаю когда таджики приезжали а чё не перестали приезжать хотя я помню мне один раз целый какой-то ящик фруктов привезли ребята с таджикистана помню я не знаю я точно не скажу но я говорю то что почем купил андрей репнице мне в этот раз сказал что это был рекорд 2300 человек 2300 даже или не за заявок или человек не знаю ну все все вопросов нет поговорили поболтали всем спасибо всем пока спасибо я не очень эти праздники конечно признаю но и меня еще ни один сын сегодня из четверых не поздравил но я как бы их за это осуждать не буду потому что я думаю что это фигня какая-то все всем пока счастливы ребята